Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале Экзегет. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Когда Петр отрекся от Христа, сколько раз пропел петух один или дважды? И мы будем отталкиваться от текста «Евангелие от Матфея, 26 глава, 34 стих» и «Евангелие от Марка, 14, 30». Проблема здесь заключается в том, что Матфей и Иоанн, Иоанн это 13, 38, говорят, что прежде чем петух пропоет один раз, Петр трижды отречется от Христа. Но Марк утверждает, что прежде чем петух пропоет дважды, Петр отречется трижды от Христа, и возникает некое недоумение, а как же все происходило на самом деле. Христианские экзегеты находят такое решение. Между двумя сообщениями нет противоречия, потому что, если внимательно проанализируем текст, заметим, что Матфей и Иоанн вообще не указывают, сколько раз пропоет петух. Они просто говорят, что Петр отречется от Христа трижды, прежде, нежели пропоет петух. А сколько раз пропоет петух, они не говорят. Марк, возможно, просто более точен, утверждая, сколько именно раз пропоет петух. Возможно также, что разница в сообщениях объясняется ранней ошибкой переписчика Евангелия от Марка, которая привела к появлению слова «два» в разных рукописях в Евангелии от Марка 14.30 и 14.72. Это объясняет, почему в некоторых важных рукописях Евангелия от Марка упоминается только один крик петуха. Так же, как в Евангелиях от Матфея и Иоанна, и почему слово «два» появляется в разных местах в некоторых рукописях. Во-первых, чтобы разрешить это недоумение, надо обратить внимание на то, что христиане не занимались корректурой евангельских рукописей. Вот в том виде, в каком они обнаруживали эти древнейшие списки, они их сохраняли, переписывая. Потому что была опасность, что если каждая группа переписчиков в своем скриптории будут вносить какие-то редакции, уточнения, изменения, то мы потеряем неизбежно изначальный текст. Вот такая ситуация была связана с короническими текстами, когда все разночтения уничтожались, с текстами Торы определенного периода еврейской истории, когда подгоняли все под общий стандарт. Так вот, с текстами Святого Евангелия это не делали. И это показывает, это обнаруживает, что христиане более богобоязненно относились к своим священным сакральным текстам. И более того, блаженный Августин, мы как-то касались этого вопроса, сравнивая две редакции Ветхого Завета, это еврейскую, домасорецкую, и греческий перевод Ветхого Завета «эсептуагенту», он говорит, что даже разночтения, которые между Масорой, «эсептуагентой» и «септуагентой», они попущены Богом. И он приводит такой пример. Как у Исаии мы не находим того, что есть у Иеремии, а у Иеремии того, что есть у Исаии, так и еврейский текст дополняется «септуагентой», как и греческая «септуагента» дополняется еврейским текстом. Ибо один и тот же Дух Святой вдохновлял и пророков, когда они писали, и переводчиков, когда они составляли греческую «септуагенту». Бережное отношение к Слову Божию спасает Слово Божие от человеческих редакций, от человеческих подтасовок. Не так давно, где-то год-два назад, я видел на Ютубе выступал один баптистский пастор из Америки, и он говорил, что их собирали в такие огромные библейские комиссии, где присутствовали представители разных конфессий на территории США, и перед ними выступали такие какие-то очень высокопоставленные политики. И они говорили, не старайтесь, изготовляя свои переводы, делать акцент на божественности Христа, приблизьте Христа к людям. Зачем его удалять от людей? И если вы это будете делать, вам будут дополнительные доплаты. Мы дадим деньги на тиражи ваших таких изданий. Их просили не афишировать эту информацию, но этот баптистский пастор, честный христианин, он открыто выступил в эфире и рассказал о том, что ведется вот эта работа над Словом Божиим, чтобы искажать его. И в то же время в книге пророка Иеремия мы находим слова, что Господь бодрствует над Своим Словом, и Он сохраняет его насколько только возможно. Берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok